Юзер Storm Warrior прислался два хороших вопроса, я начну со второго, сейчас я его зачитаю. Бонусный вопрос. Где хорошие инструменты покупать? Типа закатники, длинные линейки, радиусные блоки и прочее. Состою в мастеровом чатике, но стесняюсь там спрашивать как-то. Там взрослые дяди обсуждают серьезные вопросы. Смотрите, по поводу того, где покупать инструменты, это надо в индивидуальном порядке решать, потому что закатник, например, вы нигде, кроме специализированного магазина, не купите. И самый лучший вариант, это, конечно, стюмак. У них наилучшего качества инструмент, самая крутая техподдержка и самая крутая форма, не знаю, как сказать. В общем, у них самый крутой рефанд. То есть, если вдруг что-то пошло не так, если ваш инструмент потерялся, приехал не тот, развалился, они просто возвращают деньги и говорят have a nice day. Я их за это обожаю. Их поддержка просто топовая, быть клиентом стюмака, это просто один из лучших опытов, которые вы можете получить как гитарный мастер. По поводу всех остальных инструментов, все немножко по-разному. Например, вот длинную линейку, которую ставят на гриф и проверяют, как у него дела, можно купить в Леруа Мерлене или в АБИ, если он живой еще, честно говоря, не знаю. То есть, просто стандартная линейка из экструдированного алюминия, жесткая. Их везде полно. А радиусные блоки я бы порекомендовал заказать на любом ЧПУ производства, потому что вам для этого нужна только толстая фанера и какая-то совсем простенькая программа. Их запилит вообще любой, даже самый, как сказать, самый дилетант, которого вы найдете. Если у него есть ЧПУ-фрезер, то радиусный блок он сможет запрограммировать и выпилить. Совершенно несложно. По уточнению этих нюансов есть смысл отправляться в мастеровой чат. И вот эта часть вашего сообщения о том, что вы сидите там и боитесь подать голос, потому что там сидят серьезные дяди, меня очень сильно расстраивает и беспокоит. Потому что я как раз очень боюсь такой вот судьбы нашего сообщества, что в нем будут сидеть такие вот деды, перетирать в 20-й раз то, как они 20 лет назад что-то классное сделали, а молодые чуваки будут бояться подать голос, потому что думают, что это такое место для дедов. Вот как только интернет-сообщество складывается такое впечатление, это сообщество тут же начинает вымирать. И я этой судьбы очень боюсь. И я не могу сказать, что я делаю что-то конкретное, но, по крайней мере, я не ввожу какой-то институт репутации в этот чат преднамеренно. И я назвал его таким дурацким названием, чтобы все серьезные люди просто сдохли в корчах, когда это название видят. Я стараюсь там обеспечить какую-то вот панкушную такую среду, в которой можно немножко подурачиться. Это не возбраняется, и можно, как сказать, можно развлекаться, да, и можно, ну, может быть, нельзя уж быть совсем идиотом, конечно. Но, по крайней мере, за то, что ты задал там вопрос, точно как-то не принято у нас ни по кому после этого ездить. И поэтому я вас прошу как-нибудь подавать там голос и задавать там вопрос, а потому что это лучшее, что вы можете сделать, чтобы это сообщество сохранилось. Потому что вот на постепенном, как сказать правильно, на постепенном развитии людей, которые со временем задают все более сложные вопросы, например, и таких людей в чате довольно много, которые до пришли совсем зелеными, а сейчас очень круто уже во всем разбираются. Вот на потоке таких людей живет наше сообщество. Не на том, что такие люди когда-то появились и захватили всю поляну, а на том именно, что туда приходят новые люди, становятся лучше и там остаются. Или нет. Поэтому мне немножко обидно за то, что вы так воспринимаете наш чатик, и пожалуйста, в нем участвуйте побольше. И заодно вам там все расскажут про разные инструменты. Спасибо.